друзья всем привет сегодня хотелось бы сделать очередной видео обзор своих теплиц и как всегда начинаем с теплиц в которых находится у меня томаты сегодня 3 августа и на 3 августа я имею достаточно большой урожай в основном у меня сидят гибриды то есть две грядки и одна грядка у меня посвящена помидорам которые сортовые что бы я хотел сказать помидоры те которые гибридные еще раз повторюсь напоминаю они у меня в основном салатные по размеру они доходят ну где-то наверно грамм до 700 до 800 одна штука сортовые конечно же меньше но при этом тоже есть достаточно большие по уходу сейчас я их уже полив практически прекратил даже не может сказать не практически прекратил потому как с периодичностью у нас до сих пор идут дожди и смысла поливать но я просто не вижу помидоры как я уже говорил ранее растение засухоустойчивая корневая система уходит достаточно глубоко и если даже скажем в теплицу вас стоит засуха то корневая система с легкостью может залезть под теплицу и оттуда вытянуть влагу если у вас скажем на улице сыр чтобы я хотел добавить по подкормке по удобрениям данных помидор дело в том что я использую удобрение в основном корове перегной то есть растение у меня растут в основном именно на перегно и перегно и двухлетний то есть я его закупаю за двором его складирую он у меня под пакетом перегнивает и по осени закладываю грядки но иногда может быть чуть-чуть еще добавляю по весне также делаю один раз зольный раствор это из золы видеоролики у меня есть на моем канале если ну кто-то не найдет я соответственно покажу где они находятся также одну делал подкормку из травяной вытяжки то есть обычная трава которая скажу на своем участке и один раз подкармливал то есть я там брал литр на 10 литровое ведро разбавлял и поливал по пол литра под каждое растение в принципе можно даже литровые банка вытяжки это много можно взять но скажем пол литра и тогда по пол литра потом под каждое растение можно будет добавлять ну еще раз повторюсь пол литра вытяжки на 10 литровое ведро и по пол литра под каждое растение данной вытяжки итак давайте посмотрим какие же помидоры у нас на сегодняшний момент вот здесь обратите внимание здесь как раз растут гибриды вот в таком большом хорошем количестве у меня в теплице они нарастают многие растения если вы увидите доросли до верха конечно же эти макушки надо отрезать потому как на уже нет смысла помидоры скорее всего который завяжется наверху они уже не вызовет потому как август месяц и держать для такого состояния нет смысла наша задача вырастить помидоры те которые уже завязались которые уже краснеют есть них собственно уже будем собирать урожай ну как видите те кто не верил то что можно вырастить в подмосковье такое большое количество томатов ну смотрите сами и убедитесь в том что все возможно даже холодным и дождливым климате выращивать главное было бы желание ну а чтобы у вас желание было выращивать смотрите мои ролики конечно же будете выращивать такую же красоту здесь помидоры 15 видов малинового чуда вот такие вот красивые у нас томаты висят большинстве случаев гибриды это салатные вот такие вот крупные достаточно помидоры но вот с этой стороны у нас растут сортовые помидорки которые у нас идут на засолку вот это все тоже сортовые помидоры тоже достаточно крупные все уже во все украснеют на самом верху помидоры в большинстве случаев наверное скажу что не завязались потому что бывали дни когда достаточно жарко в температуре я думаю в теплице я думаю температура доходила до 45-50 градусов естественно в такую жару томаты просто не завязывается но по размеру что вы представляли они очень огромные вот эти наверно грамм по 600 я думаю помидоры это все сортовые из которые возьму семечки и буду на следующий год выращивать они мне очень понравились посмотрите вот этот помидор явно наверное будет прям около килограмма но здесь у меня конкретно растет малиновое чудо это вот малиновый гигант прям огромный даже в ладони помещается это тоже наверно грамм 700 800 потом я все это взвешу покажу вам какими они могут быть данные помидоры ну и вот такую красоту я получил естественно при скажем так трудах при желании вырастить большое количество помидор и самое важное опять-таки на чтобы я хотел обратить внимание напомнить вам данные томаты еще раз повторю я сажал 18 марта не в феврале потому что они получили хорошее солнце они получили хороший световой день и данные томаты набрались сил а это самое важное нежели когда вы сажаете в конце февраля сеете помидоры и потом везете сантиметров по 70 по метру в автомобилях везете на даче везете в деревне и понятное дело что у вас растение слабо ему еще надо нарастить корневую систему и в лучшем случае вы получаете два три помидора на своем растении и в общем то наверное этому счастливы нет если вы хотите выращивать такое большое количество старайтесь соблюдать все правила тогда у вас будет конечно же такой огромный урожай в данной теплице мы с вами посмотрели помидоры если какие-то еще будут у вас вопросы задавайте конечно же в комментариях с удовольствием хотелось бы послушать как выращиваете вы расскажите свой опыт какие помидоры вы в основном выращиваете там сортовые или гибриды гибриды может быть у вас что-то есть интересное что я для себя подчеркнул и скажем на будущий год с удовольствием бы использовал выращивание растений ну а мы с вами идем в теплицу с огурцами друзья на что бы еще хотел обратить внимание заметьте у многих уже фитофтора и томаты все убрали в моем случае лежит трава и если вы заметите меня до сих пор вся листва стоит зеленая нету никакой нефитофтора и даже ничего похожего это вот к вопросу о том что многие говорят зачем нужна трава у вас растет из-за нее будет расти другая трава у вас все зарастет одуванчиками и при этом уже многие собрали помидоры потому что у них толком ничего не выросло и вторая причина конечно же все растения заболели фитофторой фитофтора это грибное заболевание которое идет уже непосредственно из земли а так как у вас земля полностью закрыты не происходит испарения и отсюда вы получаете на 90 процентов здоровое растение а и Ну вот здесь у меня находится растение, которое к сожалению болеет но при этом все равно какой-то урожай можно заметить он дает не очень хороший конечно но дает если также вы увидите желтые листья листья где могут быть такие как бы типа полос как будто червяк прополз скорее всего это у вас может быть клещ и такие листья тоже удаляйте их не выкидывайте рядом старайтесь такие подобные листья сжигать потому как клещ такая вещь достаточно заразная и просто будет перекидываться на другие растения вот такие вот тоже замечательные огурцы я не подкармливаю потому как здесь у меня также находится корой перегной двухлетний и один раз подкармливал зольным раствором и травяной вытяжкой также в теплице вместе с огурцами мне растут вот такие вот замечательные арбузики которые по осени естественно мы все съедим из огурцов чтобы я еще хотел добавить из огурцов у меня больше всего скажем огурцы которые мне понравились это конкретно герман f1 которая буду точно сажать на следующий год и маша f1 party но честно скажу себе так себе может быть просто я не полностью скажем увидел как раскрылись данные огурцы но пока не очень вот герман f1 и маша f1 и надеюсь в этом году еще получить небольшой урожай дыник пока завязывается плохо потому что и жарко и температура высокая в теплице но все равно вроде пару-тройку дыник есть надеюсь что тоже поедим в этом году дыни свои ну здесь вместе с перцами у меня сидят и баклажаны перцы конечно же нарастают какое-то количество их в этом году конечно мы соберем баклажан вот имеет тоже большое количество завязей тоже я думаю что-то из них получится ну и перцы соответственно растут пусть немного но перцы все-таки есть мы их основном будем замораживать если что-то останется из них сделаем леча но чаще всего мы их используем в первых и вторых блюдах там овощных супы очень вкусно ну и один из сортов меня верлиока этот данный как раз сорт верлиока то есть они подойдут для засолки ну и для салатов томаты они достаточно небольшого размера очень удобные для засолки и второй сорт он такой в основном сливовидной они все зеленые это сорт дубрала сейчас я обойдусь от страны вам покажу вот такие вот сливовидные вот несколько штучек уже есть которые уже покраснели но и внутри там чуть-чуть тоже есть их как раз можно прям для консервирования маринования соления если кто-то любит так что в общем в этом году в целом хочу сказать что наверное урожаем я доволен те кто в нас не верил очень зря а те кто скажем моим способом пытался выращивать я думаю должны быть по идее при урожае но если же вы в этом году не пробовали смотрели мои видео то можете конечно же попробовать на следующий год и думаю достаточно неплохой у вас будет урожай следующего года ну и добавлю чуть-чуть друзья по картошке дело в том что за счет того что у нас шли достаточно большие дожди картошка картошку наверно правильно сказать всю съела фитофтора и я решил что наверное нет смысла дальше держать картошку можно наверное смей смело и уже доставать из земли часть грядок я уже обработал вторую часть осталось срезать вот этот сорняк и картошку буду доставать пока еще не решил как это буду делать либо с помощью вилл либо мотоблоком то есть в процессе уборки я наверное приму решение но вот на сегодняшний момент имеем пока неплохую картошку частично конечно она уже начала гнить потому что земля сырая поверх она кажется конечно сухой но внутри земля очень сырая будем потихоньку убирать думаю что часть урожая все равно сохраним друзья но я надеюсь что вам понравились мои видео что вы досмотрели их до конца подчеркнули для себя какие-то моменты которые в принципе могут быть вам интересны и все таки решитесь задать мне какой-то вопрос если вы стесняетесь то абсолютно не стесняйтесь я всегда с удовольствием отвечаю на вопросы ну а те кто только пришел подписывайтесь на мой канал все вместе ставим палец вверх продолжение следует